Сильнейшие спортсмены страны, мастера спорта как России, так и международного класса, члены сборной и победители всероссийских соревнований снова на Красногорской лыжне. Стадион «Зоркий» принимает участников Кубка Восточной Европы. Эти гонки одни из самых знаковых и проводятся под эгидой Международной Федерации Лыжного Спорта. Если по всем этапам вот этих таких же соревнований Кубка Восточной Европы, если человек здесь в общем зачете побеждает, то он в следующий раз может участвовать в Кубке мира, на этапах Кубка мира. Поэтому народ борется за то, чтобы попасть на этап Кубка мира. Побороться за это право приехали 223 спортсмена. Лыжника и лыжницы из Татарстана, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Рязанской и Тамбовской областей, Москвы и Подмосковья. Полина Анифедова представляет Красногорск. И 5-километровый круг знает, как свои пять пальцев. Однако легче он от этого не становится. Все-таки трасса готовится с учетом международных стандартов. Первый круг начала достаточно сильно в этом проблеме. И на второй круг не очень много хватило. Есть ощущение такое. Поэтому тяжело это было на второй круг. Но тем не менее я рада, потому что десятки классикой километров, 10 километров классикой. Я не так сильно потерпела и даже сдалась, можно сказать. И результат меня не обрадовал. 10 километров для женщин, 15 – для мужчин. Такие дистанции в программе раздельных стартов. Спортсменов, которые показали наилучшее время, наградили сразу после гонки. А впереди классический спринт. ОлегRPлет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...